скорость шум в ушах и полное единение с машиной несмотря на риск вкусившие гоночевая адреналина уже не обменяют эти ощущения ни на что другое в узбекистане клубы автоспорта работают на чистом энтузиазме никакой материальной выгоды это увлечение им не приносит одни расходы неизбежны когда речь идет о машинах тем не менее клубы не пустуют а их главным автомобилем является местная мексия в этом гараже готовятся к старту самые быстрые автомобили ташкента главное условие машина должна соответствовать требованиям безопасности обязательно должен быть варен каркас обязательно должен присутствовать обязательно сиденья должны быть специализированные ремни система пожаротушения если что огнетушители ну и двигатель определенный чтобы он не стандартно была форсирована и мог ехать динамично и и быстро рустам маметкулов мире автоспорта новичок свой путь автогонщика он начинал с модных среди молодежи парных гонок драк рейсинга но классика автоспорта взяла верх дядя илья широко известен в узких кругах среди любителей автогонок он считается крифеем готовится к соревнованиям помогают даже самые маленькие члены его семьи с детства была мечта вот оно аж осуществилось смотрел когда-то автогонки шел долго к этому главные точки узбекских гонок вскент джизак и корши соревнования проходят за городом ташкенте действует пять клубов автоспорта обычно в гонках состязаются до 20 экипажей это удовольствие не из дешевых ведь на старых жигулях далеко не уедешь в каждой республике где выпускаются автомобили есть свой национальный класс в россии это класс лада где выступает машина калины у нас класс nexi национальный класс автогонщик не обязательно профессиональный спортсмен основной контингент бизнесмены и влюбленные скорость энтузиасты я в это вижу для себя удовольствие да то есть я заведомо участвую в гонках и делаю это не потому что чтобы получить какую-то выгоду да просто мне это нравится я получаю удовольствие это мое хобби в этом году на главных соревнованиях кольцевых гонках рустама меткулов пришел к финишу вторым для начинающего гонщика это почти победа и стимул как горючее для следующих соревнований